Ну а не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал Субъективно в Америке. Сегодня заключительная серия очередного нашего сериала «Имигрантские истории». Мы все делали ошибки, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то такие, которые непоправимы, кто-то потом быстренько выровнялся и исправился. И как большинство здравомыслящих людей, каждый из нас верит, что если вы извлекли урок, если вы знаете в дальнейшем, как эту ошибку не совершать, это не беда и не катастрофа, это просто ваш кусочек опыта. В сегодняшнем видео наши герои поделятся с вами своими мыслями насчет того, что можно было бы сделать по-другому, поделятся своими идеями с теми, кто собирается переезжать, что можно сделать, что предусмотреть, чего не делать ни в коем случае. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня есть. Поехали! Наша жизнь поменялась очень-очень сильно. В лучшую сторону. Дело в том, что мы, я и Катя, мы из бедных семей, и у нас в Украине не было ничего. Нам часто приходилось делить жилье со своими родителями, мы только-только закончили учебу, у нас не было никаких конкретных планов, кроме того, что мы хотим переехать жить в Америку. Поэтому мы испытывали очень сильный недостаток средств, именно денег. И несмотря на то, что если вы решите посмотреть остальные видео на нашем канале, вы увидите, что мы живем очень-очень скромно, нам нравится экономить, мы ведем простую, приятную жизнь, не рвемся за роскошью. Тем не менее, у нас сейчас есть в сто раз больше всего, чем у нас было когда-либо в Украине. У нас есть все необходимое. Мы сейчас можем купить себе все, что мы захотим. И мы этим, конечно же, пользуемся, мы радуемся жизни и наслаждаемся нашим новым положением в обществе и относительно денег. Относительно того, чему мы научились, научились мы многому. Наша жизнь очень сильно поменялась. Именно в Америке я в какой-то конкретный момент осознал, что я взрослый человек, что я полностью самостоятельный, что я обеспечиваю свою маленькую семью, и ты должен каждый день о себе заботиться и о ком-то другом. Это одновременно и чуть-чуть пугающая мысль, но в то же время захватывающая. Ты чувствуешь все эти возможности вокруг себя и понимаешь, что ничто не предел. Всегда есть к чему стремиться, и всегда можно открывать новые способы радоваться жизни. Также американцы очень любят помогать безвозмездно. И, как вы знаете, для нашего народа и стран СНГ это очень странно, помогать кому-то безвозмездно. То есть, если ты кому-то помогаешь, то тебе, значит, за это еще что-то должно. Здесь, в Америке, это совсем не так. Юлия стремятся тебе помочь просто за бесплатно, просто потому, что им нравится помогать. Но здесь ты хочешь помогать, и ты пытаешься помочь всем, кому можешь. И это очень здорово. Ну, это страна добрых людей. И мы тоже становимся добрее с каждым днем в этой стране. Ну, в принципе, после переезда в США мы очень многое с мужем узнали. И, соответственно, очень-очень сильно изменились оба. Я считаю, лучшую сторону. Можно сказать, что мы узнали просто другую жизнь. Мы начали ценить себя. А самое главное, наверное, мы начали брать за себя ответственность. Как только вы берете за себя ответственность, ваша жизнь начинает играть новыми красками. Когда ты понимаешь, что тебе никто ничем не поможет. И нет никого. Ты один. Ты и твоя проблема. Ты и твоя жизнь. И только ты можешь сделать ее лучше, можешь сделать ее хуже. И можешь себе помогать, можешь себя утопить. И только ты ответственный за тобой принятые решения. Это, наверное, такой базовый аспект, который очень сильно изменил наш характер. И мы узнали, как живет весь остальной мир. Несмотря на то, что Америка очень обособленная, она там на своем континенте тусит, но все-таки это такой западный мир. Я могу сказать, что моя жизнь вот так вот разделилась и отошла друг от друга. Тот человек, который жил здесь раньше, это абсолютно другой человек. Я не знаю, кто это. И сейчас я благодарю все эти муки и трудности, через которые я прошла, через тот голод, через безденежье, через страшную усталость, через этот страх. Потому что это все сформировала личность, которая живет сейчас. Это личность с таким стержнем, который не сломать. Я не знаю, что меня может испугать. Что такое проблемы? Надо волноваться за проблем, да? У вас проблемы? А вы как бы были на улице с четырехлетним ребенком голодным? Вот вы собирали деньги из фонтана. Без языка вы сумели заработать деньги, как это сделала я? То есть то, что я пережила, сделала меня железным человеком. Не в плане сердца, а в плане стержня. Ну, сейчас все проблемы для меня — это просто пыль. Потому что страшнее в своей жизни я не видела момента. У кого-то, я понимаю, в мире, у кого-то война, смерть. Но вот в моей жизни страшнее у меня не было. И поэтому сейчас я стала очень сильной личностью. Я научилась зарабатывать головой. У меня голова такой, знаете, как процессор. Монетизирует все, что видит. Такая компьютерная такая программа стоит в голове. Я благодарна каждому тому тяжелому дню, который я испытывала в миграции. Потому что я бы такой не стала, как я сейчас. А какой я была тогда? Тогда я была очень слабой. Конечно, по виду было не сказать, но в душе я была очень слабым человеком. Я могла позволить дать себя обидеть. Я была в отношениях жертвой. Я даже была тряпкой. Да, я этого всего не замечала. Раньше я умела зарабатывать деньги только фитнесом, потому что я долгое время была фитнес-тренером. Мне как-то все тяжело давалось. И вот пройдя через такие трудности, я перевоплотилась, переродилась и стала тем человеком, у которого стало все легко получаться. Я всегда нахожу выход из ситуации, из любой. И вот эта поговорка, то, что нас не убивает, нас делает сильнее, это про меня. Я научилась много работать. На самом деле это так, потому что... И более того, я научилась любить работу. Объясню, почему так. Ну как в России, на самом деле, если ты даже имеешь две работы, вообще не факт, что ты будешь жить более-менее нормально. Опять же, все зависит от того, какие это работы. Но у нас, как бы, чем больше ты работаешь, тем больше ты в России упахиваешься, и, соответственно, не видишь там какого-то света в конце туннеля. И, я не знаю, то есть мечтаешь один раз в год съездить куда-то в Египет, либо в Турцию, и копишь на это там целый год деньги, работать на двух работах. Порой такое бывает достаточно часто. Здесь же, если, например, в моем случае у меня две работы. То есть у меня одна работа фулл-тайм, я работаю 40 часов бизнес-менеджером в магазине, и вторая работа у меня парт-тайм, я косметолог. Я получаю удовольствие от обеих работ, и я получаю удовольствие от того, сколько я зарабатываю. То есть я могу абсолютно сказать свободно, что я научилась здесь работать, я полюбила работу, потому что я вижу отдачу, я вижу результат, я вижу то, что я расту по карьерной лестнице, я вижу мой банковский счет, который меня тоже очень радует, потому что я понимаю, что я могу купить себе там машину, квартиру, я могу поехать отдохнуть не раз в год, я могу летать хоть каждый месяц, хоть на Багамы, тут у нас рядом круизы по два дня есть, там либо больше, можно летать в другие штаты, то есть я свободна в передвижениях, и это прекрасно, потому что я действительно понимаю, ради чего я все это делаю, я не чувствую вот эту депрессию, что вот, вся жизнь проходит на работе, нет. Вообще наоборот, отлично. Я понимаю, что то, что я трачу много времени на работу, открывает передо мной все больше и больше возможностей, и это меня очень радует. Так что да, это то, за что я люблю Америку, и то, чем она меня научила. Забочиться о себе самой, рассчитывать на себя, много работать и видеть результат своих трудов. Это важно. Как изменилась моя жизнь при переезде в Соединенные Штаты? Мне пока рано делать выводы о каких-то итогах жизни при переезде в Соединенные Штаты, потому что я нахожусь тут достаточно короткий срок, и выводы не делать рано. Но, конечно, тут высокие налоги, тут дорогая медицина, то есть, ну, тут совершенно по-другому все работает, нежели в наших странах. То есть, тут народ очень сильно ценит время, тут народ живет немножко по-другому образу жизни, то есть, будь то это съемное жилье, то есть, почти 70% американцев живут в съемных апартаментах, что не свойственно в наших странах. Тут платная медицина, тут нет бесплатной медицины, то есть, это тоже не свойственно нашим странам. Много каких-то таких различий, но к этому очень быстро привыкаешь и адаптируешься, и понимаешь, как нужно жить, понимаешь, сколько нужно зарабатывать тебе для комфортной жизни. А итоги, я считаю, ну, итоги, наверное, стоит подводить по прошествию, там, трех-пяти лет, потому что, ну, три-пять лет, это, наверное, такой нормальный срок, чтобы делать какие-то выводы о своих каких-то результатах. Сожаление, что бы я сделала по-другому? Да, у меня есть одно сожаление, вот есть сожаление. Я бы учила язык английский еще в школе. Я бы не спрашивала своего администратора, зачем ты учишь язык? Мне стыдно, мне стыдно за это, но я вам признаюсь, если вы себя узнаете в моем рассказе, как бы, срочно поменяйтесь. Я бы выучила язык. Что бы я сделала по-другому? Наверное, я бы готовилась к своему переезду, готовилась к миграции, но так как в моем случае это было невозможно. На данный момент, я думаю, что я бы гораздо более усиленно учила английский язык. Если бы я могла вернуться обратно во времени, мы сейчас выпускаем тему с покупкой биткоинов, я бы, наверное, получила какое-то более релевантное для нашего времени и для нашего места образования и профессию. Это если мы фантазируем. А если мы говорим какие-то реальные вещи, то я жалею о том, что на момент моей миграции, адаптации, я не знала тех вещей, которые не знаю сейчас, я не думала, как на самом деле важно общение, я не думала, как на самом деле важно ваше общество, какое-то сообщество, как важно иметь подруг, как важно иметь людей, с которыми можно отмечать праздники, которые поздравят вас на день рождения, когда есть с кем поговорить, с кем-то, у кого такие же проблемы и так далее. То есть я просто варилась в каком-то вот одиночестве, вакууме и кошмаре, но сейчас я понимаю, какая-то была ошибка и что нужно было действовать сразу-сразу-сразу-сразу-сразу-сразу, в то время, как я сидела, думаю, ну сейчас я немножко дыхание переведу, сейчас английский подучу, потом, в общем, сделаю то, сделаю всё и буду вот там что-то шевелиться, а надо было шевелиться прямо с первого дня, надо было шевелиться с первого дня, нужно было идти сразу искать работу, нужно было сразу идти учиться, нужно было сразу искать друзей, нужно было сразу путешествовать, Нужно было бросаться в омут с головой, и тогда всё это было бы веселее, быстрее и более качественно. В то время как я вот это вот сидела и страдала в депрессниках. Наверное, это то, что я бы на практике сделала по-другому, и это то, о чём я жалею сейчас. На самом деле, да, на моём канале есть целое видео минут на 40 о том, что бы я хотела изменить свою жизнь, что бы я хотела сделать по-другому, живя в Америке. Она называется «Мои ошибки в США». Всем советую посмотреть, кому интересно. Там я очень подробно рассказываю про все мои ошибки, и, соответственно, даю полезные советы, как их избежать. Но если в рамках данного видео я скажу в двух словах. Это первое, то, что я не пошла сразу работать на американцев, то есть на американскую компанию, а связалась с русскоговорящими. Это была ошибка, только потерянное время на самом деле. То есть если бы я тогда раньше начала сразу работать с англоговорящими, ну, то есть с американцами, то я бы, во-первых, и английский вытянула бы намного быстрее, и поднялась бы по карьерной лестнице намного, сейчас бы я была на другой позиции. Ну и, естественно, это жильё. Очень многие, у кого есть финансовые определённые возможности, приезжают сюда, снимают сразу себе что-то очень хорошее на первой линии у океана. Я тоже так делала. Я сейчас об этом жалею. Надо было экономить. Надо было снять что-то попроще. И, в общем, да, это, наверное, два момента, основных, которых я больше всего жалею. То, что я... Естественно, то, что я не учила английский перед приездом сюда, но это вообще отдельная история. Вот недвижимость, квартира, снимайте что-то подешевле, экономьте деньги, потом лучше купите что-то своё. И работайте на американцев, работайте на американские компании. Мой вам совет. У меня есть одно большое сожаление, что мы не стали играть в лотерею гринкарт ещё раньше. Мы начали в неё играть, когда мне было 19 лет, Диме было 20. Но я бы в неё начала играть ещё раньше. И если бы я знала, что есть такая возможность переехать в Америку по гринкарте, я бы, наверное, только родилась, как научилась говорить. Я бы маме тут же сказала, мама, играй в лотерею гринкарт. Потому что чем раньше вы сюда переедете, тем для вас же лучше. И да, мы сюда переехали в довольно раннем возрасте. Им было 22, Диме было 23. Но если вы когда-либо задаётесь вопросом, когда лучшее время для того, чтобы переехать в страну своей мечты, то правильный ответ — 5 лет назад. Но, конечно, в то же время другие люди говорят, и сами себе успокаиваем, что если бы мы родились в этой стране, в Америке, то мы бы, наверное, не были так благодарны за ту жизнь, которую мы имеем сейчас. То есть нам бы не было с чем сравнивать. Потому что некоторые американцы, особенно молодые люди, они вообще не благодарны за то, что они имеют здесь, какую экономику они имеют, природу и достаток, и всё, что здесь есть. Они этого просто не ценят. Но, честно, лучше бы я здесь родилась, и я ничего не понимала, но я бы здесь родилась, и уже у меня бы всё было просто на тарелочке. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Что касается меня, что бы я сделала по-другому, если бы у меня была возможность вернуться в тот день 6 лет назад, это, конечно же, однозначно я бы бросила эту телегу. Я бы не подставляла плечо под этот край бревна. Я же не Ильич на субботнике, правильно? Я считаю, что моя самая главная сложность и проблема, и всё, из-за чего у меня пошло прахом, казалось бы, это то, что я решила быть женой декабриста до конца. И лишила моего мужа, лишила моего мужчины возможности быть мужчиной и выполнять свою мужскую часть работы. Это, пожалуй, и всё. Всё остальное, что бы ни происходило, что бы ни случалось, было здорово, было классно. И окончание всей этой эпопеи, сегодняшний день, там, где я нахожусь... А где я нахожусь? Оно только лишний раз показывает, что, извлекая уроки из своих собственных ошибок, и больше их никогда не повторяя, мы становимся лучше и совершенствуем свои умения и навыки. Самый полезный совет, который я могу вам дать при общении на иностранном языке, это не бояться быть непонятым, а больше разговаривать и больше допускать ошибок. То есть с каждой ошибкой вы будете сами понимать, что вы делаете ошибку, и будете уже в дальнейшем перестраивать вашу фразу, и первое время, там, вас могут как-то не понимать. То есть это вы не должны бояться, это идёт вам на пользу. То есть сегодня вас, там, не поняли или пытались понять. То есть в следующий раз вы уже поработаете над какой-то фразой, которую вы задавали в прошлый раз, вы её, там, перестроите, посмотрите в интернете, как было правильно. То есть постоянно нужно работать над своими ошибками и не бояться, что вы, лучше там что-то промолчать, но сказать неправильно, и что вас, там, посчитают каким-то дураком. Нет, нужно всегда разговаривать и допускать эти ошибки. Потому что тут всегда вас пытаются понять, всегда улыбаются, и никто над вами не будет стебаться, потому что, ну, понимая, что, как бы, вы недостаточно, как бы, хорошо владеете языком, ну, это, как бы, не беда, это, можно сказать, каждый второй говорит, там, ну, не идеально, если вы не родились в Соединённых Штатах. Поэтому делайте ошибки, допускайте ошибки, но работайте над ними, и ваш язык будет лучше, там, с каждым месяцем. Будете свободнее говорить и понимать вашего собеседника. Также советую всем людям, кто собирается эмигрировать, всё взвесить, взвесить своё текущее состояние, взвесить, возможно, будущую жизнь, куда вы хотите эмигрировать, посчитать, там, сколько вы сможете зарабатывать и откладывать тут, сколько вы зарабатываете, откладываете сейчас, там, находясь в той стране, из которой вы собираетесь эмигрировать. И очень скорпулёзно и долго должны сделать выводы, есть ли в этом смысл. И следующий вопрос, в каком статусе вы собираетесь эмигрировать, там, если это грин-карта, да, это, можно сказать, там, самый безболезненный путь для эмиграции. Если мы говорим о политическом убежище и каких-то других вариантах, то эти варианты нужно тщательно продумать и просчитать риск, стоит ли игра свеч. Опять же, беря пример вашу текущую ситуацию. Если у вас всё, в принципе, хорошо, у вас есть постоянный доход, и есть какая-то уверенность в завтрашнем дне в вашей текущей стране, то вам нужны какие-то весомые доводы и высокие какие-то аргументы для переезда. Вот. А если у вас, ну, всё плохо и ничего не получается, и, ну, вы испытываете какие-то проблемы, то, наверное, вам стоит попытаться переехать в другую страну и как-то реализовать свои возможности в новом окружении, в новом государстве. Но, опять же, всё зависит от вашего статуса эмиграции. Это самый основной вопрос. Поэтому не делайте каких-то быстрых решений и не думайте, что, переехав в страну, ваша жизнь как-то кардинально изменится. Она изменится, но не сразу, не быстро, и она может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому принимайте решение взвешенно и не торопитесь. Я советую вам, на самом деле, только три вещи. Первое — это учите английский язык. Это настолько банально, но вы не поверите, насколько это важно. Учитесь не только писать, читать, учитесь и изъясняться. Потому что первое время всё, что вам понадобится, — это говорить и понимать. Вам не обязательно писать какие-то письма большие, но вот хотя бы именно разговорные, потому что есть очень много людей, кто знает академический английский, кто хорошо пишет, хорошо читает, но они не могут открыть рот, они боятся сказать. Вот именно разговорный английский подтягивайте, он вам очень-очень пригодится. Это мой первый совет. Следующее — не продавайте недвижимость в вашей родной стране. То есть если у вас есть в вашем городе квартира, сдавайте её и добивайтесь всего здесь сами. То есть сами устраивайтесь на работу, уберите через какое-то время кредиты, моргиджи, покупайте сами квартиру. Это всегда... То есть у вас всегда будет возможность вернуться. В случае, если вы через пару лет поймете, что Америка — это не ваш, то у вас будет своё безопасное место, то есть вы всегда сможете вернуться домой спокойно. Потому что я знаю очень много историй людей, кто продал всё, что было, растратили на какие-то непонятные вещи в первый год жизни в Америке, и теперь они жалеют, хотят вернуться обратно, но некуда, потому что всё продали. И это очень печально, поэтому я рекомендую настоятельно не продавайте вашу недвижимость. И мой последний, третий совет всем тем, кто хочет приехать сюда — соберите как можно больше информации, смотрите как можно больше блогеров, таких как я, либо вот Таню, смотрите её канал тоже, потому что чем больше вы знаете, тем меньше ошибок вы совершите. Чем меньше ошибок вы совершите, тем больше денег вы сэкономите и нервов, что тоже очень важно. Так что это самые-таки основные мои вам советы. Какой бы я дала совет тем, кто собирается переезжать? Вы знаете, ребят, я раньше вела консультации по скайпу и рассказывала людям, какие не стоит совершать ошибки. У меня очень богатый опыт за эти 10 лет, прожитые в Америке. И я им рассказала, ребята, давайте, давайте, не бойтесь, действуйте, я настолько их мотивировала, что у них загорались глаза, и они делали какие-то действия. А сейчас, когда ко мне приходят люди на консультацию, я говорю, подождите, остановитесь, что у вас есть вот здесь, в России, что в Украине, что у вас есть? Когда они говорят, ну, у меня есть хорошая работа, у меня есть квартира своя, вот у меня красивая квартира, евроремонт, окна, стеклопакеты, все хорошо, у меня есть машина. Я вот езжу в Финляндию, вот продукты покупаю там один раз в месяц. Конечно же, я езжу в Таиланд отдыхать, в Турцию. Я говорю, тогда вам не стоит переезжать, потому что переезжая в Америку, вы теряете все. У человека, у которого есть какая-то база в России, и он живет более-менее, он вот это вот все потеряет, приезжает в старые квартиры за 2000 долларов с такими окнами, что вам и не снилось, с такими дверьми, унитазами и ваннами. Вот эти вот все эмоции повлияют на ваше психологическое состояние. Вы столько отдаете денег за трэш, потому что в Америке большинство людей живут без стеклопакетов и евродверей. В Америке стоят унитазы 50-х годов. Конечно же, есть прекрасные новые дома, где все новое, чистое, но не забывайте, это все стоит больших денег. Когда я уезжала в Америку, мне не с чем было прощаться, у меня не было ничего, по сути, у меня не было ни машины, был какой-то маленький бизнес, который я просто на взятки, на взятки-взятки отдавала. Отдавала СЭС, пожарники. Я не зарабатывала толком. То есть у меня не было ничего. Я здесь оставила ничего и получила там ничего. Понимаете, о чем я? А когда вы здесь оставляете нажитое, когда вы здесь оставляете условия хорошие и переезжаете в ничего, это очень сложно психологически. Я знаю огромное количество людей, которые возвращаются с Америки, говорят, что в Америке жить невозможно, все так ужасно. Это их видение, потому что они сравнивают. А у меня не с чем было сравнивать. Мне надо было выживать что там, что здесь. Поэтому сейчас я даю всем очень такую мощную рекомендацию. Не стройте себе замки из песка. Не думайте, что Америка свободная страна, и вы можете выражать там все, что хотите. Нет. Я знаю лично людей, которые депортировали из Америки только за то, что они были недовольны жизнью. И на работе как-то жаловались, что не те налоги, не то правительство, что-то им еще не нравилось. А там есть такие люди, которые любят сообщать, сообщать в специальные органы. Вот так сообщили, и человека приняли прям из дома. Поэтому вот эта иллюзия о свободе какой-то, это всего лишь иллюзия. Везде надо жить по правилам. И в Америке правила гораздо строже, правила жизни, чем в России. Поэтому я думаю, что обязательно надо съездить в Америку до переезда, посмотреть, как живут люди, и напитаться духом Америки, и понять, подходит ли вам этот дух. Вы с ним совместимы или нет. Потому что вот я, наблюдая, допустим, за своими подругами, которые живут в Германии, понимаю, что я несовместима с этим духом. Мне было бы там дискомфортно. Вот я предлагаю то же самое сделать вам. Так протестировать себя. Будущим мигрантам я даю советы, не означая их в каждом своем видео. Сейчас, наверное, хочу выделить какие-то основные моменты. Первое — это хорошо подумайте вообще, почему вы хотите переезжать. Почему? Что вас не устраивает? Что вы хотите найти в другой стране? Что вы будете терять в своей стране? Кем вы будете работать? Сколько вы будете зарабатывать? И, в общем, все до мелочей. Постарайтесь продумать, постарайтесь спланировать. Все до мелочей. Накопайте по максималке информации в интернете, где сейчас в интернете есть все, все, что пожелаете. Поэтому просто наберитесь информации и действуйте. И второе — не идеализируйте. Не идеализируйте другую страну. В каждом месте есть свои плюсы, есть свои минусы. Где-то, конечно, больше плюсов, где-то меньше минусов, но это другой разговор. В страну, в которую вы поедете, не важно, что тоже будут свои плюсы и минусы. И там тоже будут свои сложности. Поэтому если вы думаете, что мне не нравятся сложности в моей стране, полечу-ка я в другую страну, это немножко неправильный подход. Поэтому будьте ко всему готовы. Будьте готовы к приключениям длиною в несколько лет, к адаптации. Учите английский язык, учитесь слышать, что вам говорят. Не надо вот зубрить по словарю. Смотрите сериалы, слушайте аудиокниги. Не распродавайте своё имущество. Будьте последовательны, будьте осторожны. Не рубите с плеча. Не надо делать каких-то импульсивных действий. Просто подойдите к этому хладнокровно. Если это ситуация, в которой сбывается ваша мечта, всё равно постарайтесь быть рассудительными и хладнокровными. От этого будет вам только лучше. Если у вас есть родственники или друзья в стране, в которую вы хотите эмигрировать, налаживайте с ними связи, потому что это бесценно. Это бесценно. Люди, которые прошли через всё то, что вам только предстоит пройти, это бесценный ресурс. Поэтому я очень вам рекомендую им воспользоваться. Вы знаете, как только сюда люди переезжают, они всё ещё такие же простые люди. Они пытаются общаться с другими людьми. Но чем больше проходит времени, тем сильнее эти люди, эти эмигранты с наших стран СНГ, они всё более и более превращаются в новых русских. Они становятся крутыми. Они начинают говорить русские слова на English manner. Они начинают вставлять английские слова в русской речи, когда общаются с русскими людьми. И это просто... У нас, честно говоря, это взрывается мозг. Потому что мы здесь живём полтора года. Мы до этого были в Америке. Мы уже знаем английский. Но у нас нет такого, чтобы мы в русской речи, общаясь с русскими людьми, вставляли английские слова. Ну это... Блин, ну зачем вы так делаете, люди? Это неправильно. Это никому не нравится. Вы от этого не становитесь крутыми. И когда... И вы знаете, на самом деле, мы уже это говорили в своих видео очень давно. Даже здесь, когда в магазине, допустим, идёшь по Волмарту и ты слышишь русскую речь, ты сразу же думаешь, ой, всё, нужно мотать отсюда. Потому что как только вы начинаете говорить с русскими людьми, сразу же начинается один и тот же диалог. А как давно вы здесь? Откуда? А, вы здесь полтора года. А, я два. А, я дольше. А английский у вас какой? А, да? А вот у меня лучше. И вот это вот просто постоянно случается. Так что это настолько странно и неприятно, что приходится избегать своих же людей в чужой стране. Но это правда. И об этом вам не каждый скажет, но да, так и есть. Поэтому, люди, если вы сюда переехали или планируете переезжать, не гоняйте понты. Ради бога, не гоняйте понты. Оставайтесь теми, какими вы были. Если вы, конечно, были хорошим человеком, оставайтесь таким же человеком, потому что крутые перцы никому не нравятся. Даже таким же крутым перцем. Так что... В первую очередь. В первую очередь. Мне не нравится другим крутым перцем. Дело в том, что мы, для нас, Америка стала той страной, в которой как раз намного легче быть проще. Та страна, в которой другие люди намного позитивнее относятся к другим людям, которые не гонятся за роскошью, каким-то сверхбогатством и так далее. Здесь нет такого, что богатый человек будет специально на бедного плевать, пытаться его лицом в землю затолкать. Здесь нет такой, скажем, традиции. Это то, что нас, в свою очередь, бесило в наших странах. То, что люди, которые поднялись в социуме, они пытаются почему-то унизить тех, кто и так на низкой планке. В общем, это та страна, которая дает нам возможность спокойно работать, небольшое количество часов, наслаждаться своей жизнью, именно простотой жизни. И об этом мы и говорим. Просто живите, радуйтесь, помогите порадоваться другим людям, будьте приятными, позитивными и добрыми. Это так просто. Да. Из советов тем, кто собирается переезжать. Друзья, какими бы интровертами вы не были, впускайте в свою жизнь новых людей. Да, во взрослом возрасте трудно заводить друзей и даже какие-то знакомства. Да, другая страна, другой континент, другой контингент. Но вы не представляете, как незначительные, случайные люди могут послужить появлению в вашей жизни других гораздо более значительных, интересных, нужных, крепких, надежных друзей. Каждый раз сейчас, когда я оглядываюсь на тех, кто делает мою жизнь прекраснее, лучше и приятнее настоящих близких друзей, и меня спрашивают, а вы как познакомились? Я осознаю, что они появились в моей жизни благодаря кому-то третьему, с кем когда-то я начала просто общаться в силу того, что где-то мы там пересеклись и думала, совсем не мой человек, даже не буду, даже не начну, но там-сям пересеклись. И потом, благодаря этому человеку я встретила, например, Мария Зуб, или Сережу Пирожка, или Наташу Риэлдера, или... Да, все мои близкие друзья появились именно так. Поэтому мой вам совет. Впускайте в свою жизнь людей, разрешайте, общайтесь, поддерживайте эти отношения, а вы никогда не знаете, к чему это все приведет. нам повезло, что мы живем в такое время, где вся информация очень сильно доступна и является в свободном доступе. То есть люди, которые переезжали, эмигрировали 20 лет назад, они, можно сказать, переезжали в никуда, не зная ничего. Я же рекомендую вам черпать информацию из YouTube, потому что сейчас это, наверное, самый популярный источник информации, в какой-то степени даже знаний, если мы говорим о каких-то познавательных каналах. Смотрите историю адаптации, смотрите блогеров, которые уже переехали в Соединенные Штаты, черпайте полезную для себя информацию, потому что информации очень много разной. Какая-то информация правдивая, какая-то информация просто мусорная, то есть фильтруйте, перепроверяйте. Подписывайтесь на мой канал, в котором я рассказываю о своем пути эмиграции иммигрант-влог. Также вам рекомендую канал Субъективно об Америке, для которых записал данный видео отчет. Всем удачи и удачной эмиграции, если вы решитесь на это. Мы очень благодарны Татьяне за то, что она начала этот проект. Я уже видел один эпизод этого шоу, и мне очень приятно осознавать себя частью какого-то сообщества, комьюнити блогеров, люди, которые переехали в Америку и рассказывают об этой чудесной стране с таким же восторгом и любовью, которую испытываем мы. И несмотря на то, что наш канал называется Big Bad World, мы каждый день стараемся сделать этот Big Bad World немного приятнее для себя и для окружающих. Так что, если вам эта тема интересна, то подписывайтесь на наш канал, либо просто заходите посмотреть наше видео. Ну, а если интересно, то не заходите. То, что вы в первую очередь найдете на нашем канале, это простота, позитив и удовольствие от жизни. Мы всегда себя противоставляем тем людям, которые в жизни больше всего ценят роскошь, большие суммы денег, дорогие машины и так далее. Мы просто пытаемся радоваться. Это самое главное, быть счастливым. И именно об этом наш канал. Так что, спасибо, что были с каналом Big Bad World и субъективно об Америке. И мы с вами на этом прощаемся. С вами были Катя и Дима Соловей. А пока, пока-пока. Пока-пока. Итак, пришла пора похвалить свой собственный канал. Как я говорила раньше, я веду свои репортажи из Калифорнии, из Кремниевой долины, из Сан-Франциско, из Сиатла. Я снимаю свои видео исключительно на улице. То есть, на моем канале вы можете посмотреть своими глазами на ту самую жизнь в Америке, в Калифорнии. Если вы планируете сюда переезжать или если вы просто любопытный человек, который любит получать новую интересную информацию, вам ко мне. У меня есть видео про то, как адаптироваться, про то, как я переезжала, про менталитет, про особенности жизни здесь и про то, как я училась здесь, про многое-многое-многое другое. Поэтому, если вам интересно, я буду вам очень рада на своем канале. Я думаю, ссылочка на него будет в описании к этому видео. Добро пожаловать! Я приглашаю вас подписаться на мой канал «Мария Фром Майами». На моем канале вы узнаете очень много всего интересного про Америку, про жизнь в Майами, лайфхаки и другие какие-то интересные вещи. Ссылка на мой канал будет внизу под видео. Всех приглашаю подписаться. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели это видео. Всем хорошего настроения и пока! Ну и в заключении я хочу пригласить вас на свой YouTube-канал, который называется «Юлисса Фомина». Это мотивирующий канал. В своих лекциях я помогаю женщинам посмотреть на себя с другой стороны, скинуть шкуру жертвы, одеть корону, стать королевой, ко всем проблемам относиться иначе, не впускать их в свое сердце, не давать им пожирать вас изнутри. Я вам обещаю, что после просмотра моих лекций ваша жизнь пойдет совершенно в другом русле. Все станет гораздо проще, у вас будет все получаться, у вас будут увеличиваться доходы, будет другое настроение. Приходите в гости на мой канал, обязательно просмотрите все лекции. Я уверена, что вам они очень понравятся. И еще пару слов по поводу переезда. Не применяйте к себе фразу «Хорошо там, где нас нет». Эту фразу придумали люди, которые всего боятся, которые боятся сделать эксперимент в своей жизни с переездом, с новой работой. Легче отбрось эту фразу «Хорошо там, где нас нет». И жить в том, что тебя не устраивает. Если вас что-то не устраивает, всегда сделайте все, чтобы поменять это. У каждого есть шанс изменить свою жизнь. Да, это может быть долгий и трудный путь. Но неужели вы не пройдете какой-то отрезок своего жизненного пути во благо вашему будущему? Просто никогда не сдавайтесь. Если это получилось у меня, то почему не получится у вас? Верьте в себя. Всего самого доброго. Пока. Ну что ж, закончился у нас очередной заезд, как я его называю. Как вы понимаете, иммигрантские истории будут продолжаться. У меня уже лежат тепленькие видео для третьего сезона. Совершенно другие люди, совершенно другой набор блогеров. Я вам буду признательна за обратную связь. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Помните о том, что одно единственное видео, расшаренное в ваших соцсетях с рекомендацией вашим друзьям посмотреть, может сделать огромную разницу для меня и для моих друзей-блогеров. Мы бы хотели знать, что мы не зря тратим свое собственное время, делясь с вами нашими историями. И если вы заметили, под этим видео точно так же нет никакой рекламы. Я ее полностью отключила. Я хочу, чтобы вы наслаждались просмотром максимально. Ну а вы в свою очередь можете стать спонсором канала Субъективно об Америке. Мы сейчас собираем средства на платформе Фейсбука. Дело чисто добровольное. Всем желающим побурчать. Ссылка будет в описании, как обычно. Ну а у меня на сегодня все. Героем этой программы может стать каждый. Все, что вам нужно сделать, написать мне на e-mail. Далеко не уходите. Будем продолжать. Спасибо вам, что вы со мной. Всех люблю. Пока.